Приветствую вас. Я думаю, что вы бы лучше знали об этом, если бы, допустим, общались с мужчиной на постоянной основе, хотя бы в том, что касается своего ребенка. То есть, если бы вы с мужчиной взаимодействовали, если бы вы поддерживали связь, то на самом деле, мне кажется, было бы гораздо лучше в том смысле, что вы бы, ну, увидели бы, как человек относится к вам, условно говоря, как человек относится к тому, что вам предстоит рожать и так далее. Поскольку общения у вас на данный момент нет, как такового, я так понимаю, то, естественно, возникают и сложности, естественно, возникают сложности и трудности в, ну, вот, как раз в раскрытии этого момента, да, в раскрытии этого процесса, вот. В том, что, собственно, касается детей. И ваша тревога, ваши опасения по поводу того, что будет он покупать, не будет он покупать, тем более, что от него никаких крестей нет, вполне оправданно. Я думаю, что вполне нормально, что вы переживаете по этому поводу, вполне нормально, естественно. Вот, что вы волнуетесь, что вас волнует это. Я думаю, что, в принципе, вот, то, что вы написали нам здесь, то, что вы раскрыли нам здесь, вот. Я думаю, что имеет смысл написать ему, то есть сказать, что привет, соответственно, вот на него через две недели рожать, а ты сказал, что привезешь коляску и кроватку, то есть смогу ли я на тебя рассчитывать или нет, все. А если мужчина отреагирует как-то негативно, обвиняющая, ну, обвиняющая в ваших сторонах, мне кажется, реакция не совсем здоровая, будет не совсем зрелая и свидетельствовать о том, что человек, ну, как-то негативно, что ли, переживает эту историю, этот момент. Вот, и это значит, что, возможно, ну, это значит, скорее всего, это выращивать не придется, вот. Если же он ответит спокойно, то у вас получится разговор, и вы все узнаете. То есть мне здесь видится проблемным моментом то, что вы боитесь у человека по факту спросить, то есть вы боитесь у человека спросить, что происходит. И вот этот страх перед тем, что вы, там, якобы можете что-то требовать или не можете что-то требовать, ну, этот страх, мне кажется, очень важно раскрыть, потому что он вам, скорее всего, мешает. Вот. С другой стороны, вы ведь легко можете, допустим, просто полагаться на себя. то есть, к примеру, вы можете просто раскрыть свои ценности здесь. То есть, например, если останется, там, два или три дня до рождения, да, то вы просто сами покупаете и все. И, там, насколько я знаю, при покупке, там, можно в течение какого-то времени возвратить товар, и, соответственно, вы просто его вернули, вернете и все. То есть, заговоры и договориться о возможности возврата, там, в течение какого-то времени и все. Если молодой человек действительно сделает то, что он обещал. То есть, мне кажется, что вот эта вот некая ваша неуверенность в себе, она вам очень сильно здесь и очень сильно вам мешает. И вот с этим, мне думается, на первый взгляд, можно и нужно работать вам. Может быть, не сейчас, потому что сейчас вы беременны, и психотерапия не будет вам, возможно, полезна так. Может быть, потом, когда вы уже родите, вам можно будет обратиться за помощью психолога. Потому что, ну, видимо, есть какие-то основания для того, чтобы ваши отношения с молодым человеком разрушились. И в том, что вы от него забеременели, по сути, не будучи в браке и, я так понимаю, не будучи в отношениях с ним, по крайней мере, крепких. То есть, на это есть причины. И, вероятно, что те причины, которые привели к таким результатам, они могут привести и к другим результатам. Таким же негативным в будущем. В ваших будущих, например, отношениях. В ваших будущих, например, взаимодействиях с мужчинами и так далее. И вот, чтобы этого не было, я вам и нужна помощь специалистам. Поэтому, после родения ребенка, рассмотрите такую возможность для себя. Вот. И, значит, я полагаю, что можно будет подкорректировать те моменты, которые влияют на вас деструктивно. И раскрыть то, что за ними стоит. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Все. Продолжение следует...